В списке пропавших без вести числятся более 60 жителей Октябрьской области. Поиски некоторых лиц ведутся годами. На продолжительное время свои семьи покидают в основном пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем. Подростков, разругавшихся с родными и свободолюбивых мужчин, находят быстрее. Помощь воссоединении близких людей оказывают как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры. Доброта, быть полезными обществу, что-то изменить в этом мире. И просто человечность. Благодаря именно этим качествам два года назад октябрьцы объединились в общей беде. Тогда незнакомые между собой люди искали детей. К счастью, нашли их живыми. Часть чиста. Принято. С тех пор волонтеры популярной сегодня платформы «Зелопоиск» самостоятельно отыскали около 50 человек. В общем, это счастье больше живых находить. Когда они живые, чувствуешь тяжесть какую-то. Мы стараемся не привязываться ни к одному потеряшке и быть стойкими. В команде 12 человек. Все они прошли обучение у спасателей и во время поисковых мероприятий отвечают за слаженность действий добровольцев. Буран, дождь, снег, 30-ти градусная жара, 30-ти градусный мороз. Нас погода совершенно не интересует, не волнует, потому что беда не выбирает ни времени, ни места, к сожалению. Самый последний поиск наш удачный. Это вот опросили за помощью. Пропала девушка. Наши ребята выехали. В течение 15 минут организовали сбор. И в течение 9 минут нашли девушку. Жива-здорова найдена. Передана сотрудникам полиции. Все хорошо с ней, слава богу. И таких историй на странице Екатерины Галотиной в соцсетях десятки. Правда, не все со счастливым концом. Хороший семьянин. Дети трое у нас. Никогда не пил, не гонял, не пил. В последний раз Найля Фатхулина видела своего супруга 11 апреля 2018 года. С утра они вместе съездили на рынок, приготовили обед. Перед тихим часом Алтав Гореевич вышел во двор и больше не вернулся. Он, во-первых, не слышит. Может, у него и спрашивали, что, как. Но он не слышит. Он дома только со слуховым аппаратом ходил. Но дома его оставил. И даже где он может сейчас быть, даже не знаю. Актюбинцы незамедлительно обратились в полицию. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Алтава Фатхулина якобы видели в Самаре. Однако информация не подтвердилась. Родные тем временем продолжают искать и верить в лучшее. Не знаю, как я эту встречу представить. Так, главное, нашелся бы там уже. Как встретим. Очень хорошо. Семьи со схожими судьбами в Актюбе достаточно, рассказывают в полиции. Количество без вести пропавших сегодня составляет 61 человек. В 2019 году департаментом полиции Актюбинской области в розыск было объявлено 121 без вести пропавших граждан. Из них установлено было местонахождение 110 человек. С начала 2020 года заведено 6 розыскных дел в отношении без вести пропавших граждан. Из них установлено местонахождение 5 человек. Основной причиной пропажи людей является невнимательность самих граждан. Все же в большинстве случаев истории завершаются благополучно. Главное, вовремя обратиться за помощью. Асилу Махмутова, Булат Молдогалеев, Актюбе, Хабар-24.